Доброе время суток всем любителям Скайрима. Занесла меня нелегкая в Рифтон и захотел я пройти линейку гильдий воров. Квесты интересные, награда тоже очень весьма хороша. И когда Брингельф начал отвлекать вот этих жителей со своим кровяным эликсиром, мне мешал один-единственный человек. Это Ганец. Ганец, который принес мне музейную листовку от Сида Весула, по той простой причине, что уровень моего персонажа достиг 20. Как вы знаете, Ганец прибегает несколько раз за игру, приносит письмо от Ярла Фолкрита, приносит письмо, приносит листовку от Сида Весула и прочие радости жизни. То есть там масса всяких вещей, когда к вам прибегает Ганец. И так как он мне мешал, сейчас я не буду имитировать все это дело. Я просто объясняю, как все получилось, с тем, чтобы вы поняли, насколько случайно вообще происходят открытия в Скайриме. Я подошел и стукнул его. Пытаясь отогнать, я его сначала напрыгивал на него, но он не убегал никуда, поэтому я его стукнул. Я думал, что на меня сагрится все население города. Ну и мало того, что население города, так в обязательном порядке, по крайней мере, стражники сагрятся. Ну, увы, ах, ничего подобного не вышло. Мне пришлось, как и сейчас, за ним весьма и весьма продолжительно побегать, пока я не догнал и не загнал его в угол. С магией, кстати, поосторожней городских жителей, не зацепите, иначе это будет чревато. Ну и вот лучший вариант, конечно, загнать его в какое-нибудь помещение. Или просто зажать в угол. И я обратил внимание, что у меня повысилось одноручное оружие. Мне захотелось тут же добить его до смерти. Думаю, ну, раз уж на тебя никто не агрится за то, что ты избиваешь несчастного гонца, давайте его убьем, и дело с концом. Но, удивлению моему не было предела, оказывается, он неубиваемый, это бессмертный персонаж, как вы видите. Ну и более того, мы, наконец-то, нашли угол, куда мы можем его зажать, да, и где можем продолжать его бить. Ну, чудненько. Главное, не дать ему убежать. Ладно. И тут я понял. Боже. Мы получили еще одного бессмертного персонажа, на котором можно постоянно качать одноручное оружие. Лучший вариант, когда он забегает наверх. И слава богу, у меня в этот раз получилось. Да, вот эта комната становится для него, в общем-то, последней. Все, ребят. Пожалуйста, не мучайте больше Тенегрива. В конце концов, для того, чтобы получить Тенегрива, нужно выполнить несколько достаточно сложных квестов. Это, во-первых. Во-вторых, Тенегрив возит вашу ленивую задницу по простому, по простой Ромской Рима, и помогает вам изо всех сил. Уже поэтому, как бы, бить его мне, например, обидно или абсолютно неохота покачивать на нем ни одна ручка, ни двуручка. Ну и третий момент, пожалуй, о котором вы наверняка знаете, в отличие от предыдущих частей. Тенегрив в Скайрине все-таки не бессмертен. И убить его можно. Ну вот сейчас даже, да, не затейливо вот так колотя, не нанося даже силовых ударов, я уже поднял три уровня одной ручки. Насколько я понимаю. И это можно делать, пожалуйста, вполне легальный обуз одноручного или двуручного оружия. Так как стамина у нас не тратится, мы просто наносим обычные удары. Собственно, прокачиваем одноручку, все дальше и дальше. Она у меня была с 17-го, теперь 22-го. Вот, все, не буду больше избивать, надоел он мне. Да. Немножко подпалю еще. Ну, потому что кипит мой разум возмущенный. Этот тунеядец помешал мне выполнить квест. И в результате, если бы не моя вспыльчивость, я бы, наверное, так и не узнал, что это бессмертный персонаж. Это раз. И второе. Когда мы выходим отсюда, хотелось бы увидеть его еще раз. Покидая таверну, ребят, случилось, ну, не чудо, но он вышел к нам абсолютно нейтральным. То есть, если вы думаете, что будут какие-то последствия, вы ошибаетесь. И вот после этого можно выполнять... Ладно, детка, хочешь заработать деньги? Да. Можно смело выполнять квест гильдии воров. Я готов. Итак. Дарил вам этот легальный абуз. Получить его можете впервые, по-моему, на седьмом левеле, если я ничего не путаю. Да, седьмой или восьмой левел, когда там первый раз гонец к вам прибегает от Ярла Фолкритера. И можете уже с этого момента начинать прокачку оружия. Одноручного или двуручного. Здесь зависит исключительно от вас. Да, надо дождаться, чтобы он выбежал. И тогда все будет хорошо. Сделайте же что-нибудь. Да, да, да. Хочется закончить все-таки. То есть вот выбежал Пэрин. И нет, он все еще и ревет. Но тем не менее, если вы выйдете из Рифтона и зайдете в него опять, то он будет нейтральный. А на этом я, пожалуй, закончу. Всем огромное спасибо. Сейчас он еще немножко побегает. Жители повозмущаются. Все вернется на круги своя. Всем всего доброго. И не бейте больше тенегрива. Тенька хороший. Нельзя его бить. Пользуйтесь лучше гонцом. Он все равно тунеядец и ничего не делает. Ну а на этом все. Пока-пока. Лучше. Все.